масленица народный праздник проводов зимы и встречи весны православие ее называют сырной седмицей в эти дни пеклись и съедались в огромном количестве блины которые символизировали огненное солнце а веселье и празднование ознаменовали скоро приход весеннего тепла каждый день из семи праздничных дней имеет свое назначение название первый день начала праздника когда сооружая чучело из соломы и наряжают в женские яркие наряды второй день всеобщие гуляния игры ярмарки на руси в этот день юноши подбирали себе невест а девушки заглядывались на парней третий день традиционно приглашают в гости к тещи именно отсюда пошло выражение к тещи на блины четвертый день получил название разгуляй когда в разгар веселья устраиваются конкурсы хороводы и знаменитые на руси кулачные бои пятый день взять приглашает к себе в гости тещу с тесте однако раньше перед этим гости присылали взять все что необходимо для приготовления блинов молоко муку катку и остальное шестой день приглашает к себе гости родственники со стороны невесты простонародье заловки на посиделке а также идет подготовка к завершению праздника седьмой день прощено воскресенье когда все просят друг у друга прощения и происходит главное действие сожжение чучела масленицы которые проносят вокруг деревни и после кружат хороводы вокруг костра и прыгают через него в раменском главное гуляния в честь масленицы развернуться воскресенье 10 марта в городском парке ярким звонки выступлений встретит гостей хор русской песни будет работать игровая площадка для детей лейтмотивом этого дня будут народные игры и забавы принять участие в праздновании отведать лучших блинов могут все желающие завершится праздник сожжением главного символа зимы чучелом арена а